Такая жизнь за стеклом больничного бокса для одних малышей всего на несколько дней. Но есть дети, которые проводят в белых палатах долгие месяцы. Хорошо, если за руку во время болезненных процедур держит мама. Но бывают пациенты, у которых нет родительской поддержки. Больничные боксы для них становятся попросту островами одиночества. Ежегодно в петербургские больницы попадает больше 500 детей-сирот. Следить за ними должны нянечки и сиделки. Фактически это обязанности младших медсестер. И эти должности штатным расписанием больниц предусмотрены. Но на деле вакансии всегда свободны. Медсестра может поставить капельницу, дать таблетки, поменять ребенку под гузник. Но чтение книги или прогулка уже за рамками медицинских процедур. Как правило, в общей палате ответственность социальную за сирот добровольно несут чужие мамы. Но просто доброты и участия мало. Нужна спецподготовка. Например, с синдромом пана детям нельзя давать печенье, что-то еще. Они могут проглотить и просто подавиться. Многие этого не понимают. Есть дети, у которых, допустим, аллергические реакции какие-то. Взрослые тоже им жалко. Им жалко. Это понятно. Но здесь жалости как бы не должно быть места. Необходимость профессионального сопровождения сирот, нередко инвалидов, назрела давно. Несколько лет назад в Петербурге эту миссию на себя взяли волонтеры. По проекту «Сестринский уход» за ними закрепили посты в детских больницах. Работали в сменах по 8 часов за счет пожертвований. С каждым ребенком есть мамочка. С нашими детьми мамочки нет. Сейчас у нас двое. Есть деток, такие. Гидроцефалия. Мы здесь в помощь нашим деткам и персоналу тоже. Ольга Павлова начинала как волонтер проекта «Сестринский уход». Сегодня детскую городскую больницу номер 5 называют фактически своим вторым домом. Уже около года женщина заботится о двоих практически обездвиженных малышах. Не отходит от них ни днем, ни ночью. За пусть небольшую, но официальную зарплату. Проект сопровождения детей-сирот в больницах организовало региональное общественное движение «Петербургские родители» и городской комитет по социальной политике. Теперь администрации детских больниц могут сообщать о своих особенных пациентах в единую общегородскую службу. С учетом состояния малыша ему подбирают сиделку. Когда с ребенком находится мама, присутствие мамы не определяет успех лечения, но, несомненно, ему способствует. А дети, лишенные родителей, лишены этого фактора. Мы, безусловно, благодарны волонтерам, которые берут на себя эту миссию именно социального ухода. А ручки? Вот наши ручки. Где у нас ручки? А пальчики? Пилотный проект запустили в мае этого года. К помощь профессиональных больничных мам получили уже несколько сотен сирот. Среди них 60 воспитанников Павловского дома-интерната для особых детей. Здесь рассказали, отправить такого пациента на лечение в сопровождении представителя детдома нет физической возможности. Сами мы обеспечить эту услугу бы не смогли. Не предусмотрены штатным расписанием и не входят в услугу, которую детский дом оказывает. При этом помощь таким детям даже в интернате необходима круглосуточно. А значит, проекту нужна системная финансовая поддержка. В этом году город на услуги сидел и для сирот потратил 3,5 миллиона рублей. У нас закладываются серьезные источники для того, чтобы такого рода программы поддерживались. Я ответственно заявляю, что финансирование будет. Будем стараться увеличивать суммы. Чтобы помочь всем нуждающимся в уходе малышам, ежемесячно это около 130 человек, должна быть отдельная строка в городском бюджете. Но пока возникают юридические проблемы. Ведь эту категорию больных должны обслуживать штатные сотрудники больницы. Если бы у нас все это работало, то этот проект был бы не нужен. То есть мы на самом деле, как, ну скажем, не знаю, люди государственные, мы должны стремиться к тому, чтобы государство обеспечивало все необходимые потребности ребенка. Но на данный момент просто государство, ну скажем, сделать этого не может. Детки, которые поступают в больницу, оказались, ну скажем, заложниками вот этой вот ситуации. Пока чиновники считают бюджет на следующий год, в том числе на обучение волонтеров, общественники стараются закрыть пробел. Уже официально создали во всех детских больницах своего рода спецпосты для особенных пациентов. Анна Лавронова, Евгений Раков и Ольга Потапенко. Вести Петербург.